Здравствуйте, уважаемые зрители! В год книги в Ульяновской области запущен проект «Книгомания». Благодаря ему мы знакомим вас с российскими писателями. Сегодня у нас в гостях писатель и ректор Литературного института имени Горького Алексей Николаевич Варламов. Здравствуйте, Алексей Николаевич! Здравствуйте! 2021 год объявлен годом книги. А как живется тем, кто создает их, писателям? Я, честно говоря, только от вас узнал, что этот год объявлен годом книги. И потом это немножко странно. А предыдущие годы не были годами книги, а следующий год опять не будет годом книги. Мне кажется, год книги должен быть вечный, постоянный. Может быть, у чиновников своя какая-то логика. Но с моей точки зрения мы живем в пространстве книги. По крайней мере, я, мое поколение, моя жизнь, я себя слабо без книги представляю. Вот. Как живется? Ну, по-разному живется. Ну, и лично вам как живется? Лично мне. Ну, в общем, я не могу сильно жаловаться на свою жизнь. А если говорить о литературной жизни, ну, конечно, пандемия всем мешает. Да, ну, это тоже такая палка о двух концах. Пандемия, с другой стороны, высвободила довольно много времени. И у меня, скажем, появилось возможность сейчас просто больше работать, сидеть за столом, да, и что-то самому писать. Конечно, вот немножко скучаешь по всяким поездкам, по встречам. И, ну, по миру раньше много ездили, и по России. И это грустно, хотя вот есть возможность к вам приехать, появилась такая, слава богу. А какое время для вас было самым хлебным, самым свободным и самым противоречивым? Ну, тут вот трудно, чтобы это совпадали. Вот чтобы оно было хлебное, свободное, противоречивое. Не бывает такого, да? Как развести? Потому что, ну, хлебное время, если говорить про литературные заработки, ну, в общем, грех жаловаться. Вот сейчас как-то выходят книги, там, и какие-то гонорары получаются, и авансы, и роялти. Я не могу сказать, что это очень хлебное время, и вряд ли бы я смог жить только своими литературными трудами. Мне кажется, сегодня в России, наверное, можно назвать там десяток или два десятка писателей, которые вот действительно зарабатывают только литературным трудом. Что касается свободного времени, ну, вот лично я не могу сказать, что для меня сейчас время несвободное. Я не хочу его идеализировать. Я понимаю, что сейчас очень многие люди жалуются на отсутствие свобод, и в этом есть много справедливого. Но если говорить именно о моей повседневной жизни, то отсутствие свободы лично я не чувствую. В 90-е, ну, может быть, больше было этой свободы, но что толку от того, что ее было больше? Жить тогда было, по крайней мере, мне намного труднее. Вот, и поэтому противоречиво, ну, противоречиво любое время. Если бы время не было противоречивым, не о чем было бы писать. – Вы писали биографию писателей, разных писателей. Это и Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея Толстого, таких известных, да, Григория Распутина, Михаила Булгакова, Андрея Платонова. – Это серия «Жизнь замечательных людей». Все ли персонажи были близки для вас? И вообще, как писать о человеке, который жил 100 лет назад? – Ну, писать, опираясь на документы, да, то есть чем больше ты найдешь документов, свидетельств, тем лучше может получиться у тебя книга. Были ли они мне близки, пожалуй, не один. К тому моменту, когда я начинал писать эти книги, все-таки это такая была профессиональная работа на заказ. – Это заказы были? – Ну, у каждой книги своя предыстория. Скажем, в некоторых случаях заказывал я, в некоторых случаях заказывал издательство. Потому что, что касается первого, то здесь именно я пришел и сказал, вот я сейчас занимаюсь Пришвином, я пишу про него диссертацию, «А вот не хотите ли вы, чтобы я опубликовал у вас книжку о нем?» Это была еще тогда, это была моя первая работа, мы еще были не очень хорошо с создателем знакомы, хотя у меня вышла уже книга проза тогда. И говорят, да, ну, Пришвин, любопытно, давайте напишите. И вот так появилась эта биография, и, собственно, дальше я и не собирался работать в этом жанре, потому что я всю жизнь до этого писал прозу, и все было хорошо. Ну, или не очень хорошо, но в любом случае меня как бы в эту сторону тянуло. Но тут вот так получилось, что я написал Пришвина, не могу сказать, что книга там имела какой-то бешеный успех, но тем не менее успех она имела. И я им говорю, давайте я вам еще что-нибудь напишу, потому что, ну, мне стало самому любопытно. И как раз-то получилось, я говорю, напишем, что вам Паустовского? Они говорят, нет, Паустовский это банально, после Пришвина, Пришвин, Паустовский, напишите нам лучше Грина или Алексея Толстого. И вот на ваш вопрос там близки или далеки. Мне было абсолютно по барабану, что Грин, что Алексей Толстой. Ну, то есть, как все мы, я в детстве их читал. С Пришвином была немножко другая история. Я действительно, вот когда стали печататься его дневники, мне сделалось любопытно, что это за человек, совсем не похожий на такие расхожие представления о нем, певец русской природы, там, такой философ-космист, птицы, там, звери, собаки. Ну, вот Пришвин, какие ассоциации у нас вызывают обычно? И вдруг выясняется, что такой страстный общественный деятель, историк, который всю жизнь вел дневник, и в этом дневнике отразилась вообще вся история России первой половины 20 века, ненавидел большевиков, потом принимал большевиков. Вот почему, как? Мне было очень интересно в этом разбираться. Вот. А что касается Грина и Алексея Толстого, ну, да, ну, читал я Алые паруса, как все мы, да, ну, читал я, там, Петра Первого и сказку про Баратино. А, в общем, Толстой мне был неприятен, как фигура такая циничная, ну, репутация у него известная была, да, вот, продался Сталину такой вот халуй советский. И, тем не менее, вот здесь я ощутил себя профессионалом. Вот они мне предложили, я согласился, я пишу, я сижу в архивах, смотрю, изучаю материалы, и мне становится дико интересно, потому что все мои прежние представления, что о Грине, что об Алексее Толстом, абсолютно ломаются, абсолютно оказываются иными, чем я думал. И вот во мне происходит какой-то переворот. Пожалуй, даже с Толстым это было более ярко. Я просто вижу, как этот человек меня убеждает, что все было по-другому. Он меня переворачивает, меня побеждает. И я ощутил какой-то азарт, да, вот передо мной открываются новые человеки, я какой-то первооткрыватель. Хотя о нем много написано, много самых разных документов, свидетельств, источников. Но вот когда я свожу их как-то воедино, когда я пытаюсь запеленговать какую-то истину, вот этот вот такой неопознанный летающий объект, передо мной вырисовывается совсем другая фигура. И я понимаю, что вот это я могу рассказать своему читателю, я могу показать ему вот этого человека. Какие черты открылись Толстого? Понимаете, какая штука? Толстой, конечно, это писатель очень удачный, очень успешливый, конечно, циничный. И, в общем, у мемуаристов, и самый блестящий мемуар, который есть об Алексее Толстом, принадлежит Бунину. Вот так и называется Третий Толстой, ну, поэтому почему Третий, да, Лев Николаевич, Алексей Константинович, Третий Алексей Николаевич. И Бунин изображает Толстого как человека талантливого, как человека очень трудолюбивого, но при этом абсолютно беспринципного. И поэтому вот поехал он, значит, после, то есть не принял он революцию, да, там был на стороне Белой армии, ненавидел большевиков, там, Ленину хотел ржавым штыком глаз выклыть. А потом вдруг возвращается в 1923 году в Советский Союз и становится таким вот советским писателем. И для Бунина это просто беспринципность, это просто конъюнктура, это просто, ну, вот ему стало так бедно жить в эмиграции, там нет денег, а в Советском Союзе его типа купили. И я, в общем, в это верил, потому что, ну, как Бунину не верить? Бунину, конечно, веришь, Бунин – авторитет. Но дальше, когда я начинаю вот смотреть факты, смотреть какие-то другие источники, другие материалы, я понимаю, что Бунин не прав. Главное, что Бунин сам понимал, что он не прав. Бунин как бы сознательно и намеренно искажал образ Алексея Толстого. Я понимаю, что вот у меня есть какие-то карты на руках, я начинаю спорить с Буниным, я начинаю видеть, что в позиции Алексея Толстого, который, да, действительно всегда искал свою выгоду, это правда, но это не вся правда, это был человек действительно русский патриот. Но не в таком вот сегодняшнем публицистическом расхожем смысле этого слова. Он был патриот брюхом. Он не мог жить в эмиграции. Он действительно ненавидел большевиков. Он не мог им простить Брестского мира. Он не мог им простить того, что они торгуют русской землей в угоду своим политическим каким-то играм и своим политическим целям. И поэтому, конечно, для него Ленин – это такой вот национальный предатель. Вот мы с вами, да, в городе Ленина. Вот Ленин в его глазах – это человек, который торгует русской землей. Потому что Брестский мир – это вообще-то возмутительно. Вот отдать огромную территорию, за которой были пролиты кровь, и отданы миллионы жизней русских солдат в Первой мировой войне. Просто одним розчерком пера на эти немцы забирайте. И, конечно, в этот момент он становится врагом большевизма. И он не мог физически сражаться в Белой армии, но он работает как идеолог Белого движения. Дальше он оказывается в эмиграции. И он по-прежнему ненавидит большевиков, как все, кто в этой эмиграции оказался. Но дальше что видит Алексей Толстой? Дальше он вдруг начинает видеть, что красные восстанавливают эту империю. Они вновь отнимают эти земли. Да, это кровавый режим. Это такой бандитский режим. Но это режим, который восстанавливает целостность нового. Возникает новое российское государство. И он понимает, он как будто брюхом тянется к этому новому государству. Потому что жить в эмиграции он не хочет. Это они готовы. И Бунин готов. Для него Россия проклята. Красная Россия – это не Россия, это оксюмарон какой-то. И он будет в эмиграции, он будет жить по старому календарю. Он будет писать старые орфографии. Он будет оплакивать Россию, которую мы потеряли. Писать «Темные аллеи», «Жизнь Арсеньева», «Получит Нобелевскую премию». Это бунинская история. Но история Алексея Толстого совершенно не такая. Там возникла новая страна – Россия. И эта Россия меня зовет. И я виноват перед этой Россией. Все мы виноваты, потому что мы раздирали ее братоубийственную войну. И мы должны вернуться в эту Россию. И от нас зависит, какой она будет. И поэтому я просто понял, что причины возвращения Алексея Толстого в Советский Союз, 1922-1923 год, это не предательство какого-то белого движения. Это не какой-то цинизм. Это именно такой патриотический глубинный зов. С этим можно соглашаться, не соглашаться – не в этом дело. Я не ставлю оценки за поведение. Я просто слежу за судьбой своего героя. Вы можете назвать целевую аудиторию ваших книг сегодня? Для кого вы пишете? Ну вот я так скажу. Когда опять же я пишу художественную прозу, я об этом не думаю. Потому что мне надо просто написать. Написать то, что во мне, то, что меня как-то беспокоит, мучает, тревожит. Да, можно так сказать. Отпустить то, что есть в тебе. А когда я пишу прозу документальную, все-таки передо мной возникает читатель. Все-таки я его вижу. И, как правило, этот читатель, я говорю, что мне, не знаю, не то, что нравится, не нравится, но есть некоторый момент, который, может быть, кого-то смущает. По крайней мере, он точно смущает. Ну там, я не знаю, я пишу книгу, вот сейчас о Розенове. Я никогда раньше Розеновым не занимался. Ну, то есть он попадался мне в ходе моих каких-то изысканий, но я никогда не был профессиональным розеноведом. При том, что есть люди, которые всю жизнь Розеновым занимаются. И я такой вот, ну, типа самозванец, получается. Хотя я там честно все изучаю, материалы читаю. Но я понимаю, что вот в тех книгах, которые написаны о Розенове, мне чего-то не хватает. Да, я хочу сказать свое слово. Я представляю читателя, для которого Розенов, с одной стороны, такой монархист-консерватор. С другой стороны, христоборец, вообще антихристианин. С одной стороны, значит, такой русский государственник, с другой стороны, анархист. С одной стороны, юдафоб страшный, с другой стороны, юдафил. Вот как в этом разобраться? Вот что у Розенов очень колючий, он ставит очень много вопросов. И я представляю себе читателя, которому ходят, что же все-таки это такое? Кто он был на самом деле? И вот представить себе человека, которому важно разобраться и важно понять, как это было на самом деле, вот это мой читатель. Ну, скажем, про Алексея Толстого я начал говорить. Я представляю себе либерального читателя, с которым я отношусь с большим уважением. И больше того, я понимаю, что сегодня в основном читатели, это, как правило, такая либерально мыслящая публика. И для них Алексей Толстой, как и для меня, когда я начинал писать свою книгу, тоже такая фигура. Вот знаете, есть такое стихотворение у Чичибабина «Я грех свечу тоской, мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и Валентин Катаев». Он такой негодяй. И я ему пытаюсь показать. Я тоже думал, что он негодяй. Но вот посмотрите это, это, это. Посмотрите, как он любил Ахматову. Как он выдвигал ее на сталинскую премию. И я уверен, если бы он не умер в 1945 году, Алексей Толстой, то в 1946 не было бы этого разгромного постановления Ждановского о журналах «Звезда и Ленинград» и об Анне Ахматовой. Никто не посмел бы при живом Толстом, никакой Жданов, называть Ахматову блудницей. А вообще есть хорошие книги среди современной литературы, современных авторов? Я думаю, есть. И я думаю, что их больше. Потому что есть такое расхожее мнение, что сегодня нечего читать. И часто его очень можно слышать. Нечего читать, там литература в упадке. Как правило, это говорят люди, которые ничего не читают. Вот они не читают, и поэтому нечего читать. А если все-таки человек возьмет на себя труд что-то прочитать... Ну вот я много лет работаю членом жюри премии «Ясная поляна». Это одна из крупнейших литературных премий. И, конечно, передо мной за эти годы проходит достаточно много книг, изданных в разных городах разными авторами. И сюда попадаются очень интересные книги. Ну, а вы каких-то авторов предпочтете? Могу, конечно, нет. Потому что есть авторы, которые, опять же, читающие публики всем известны, известны справедливо. Это и Евгений Водолазкин, и Гузель Яхина, и Алексей Иванов, и Захар Прилепин, и Дмитрий Беков. Я ко всем к ним отношусь с большим уважением. И считаю, что этот ряд можно... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!